На учительском столе старинные офицерские часы, военный котелок времен Великой Отечественной войны и трофейная немецкая ложка. За партой по соседству разгвардейцы распаковывают военный сухпайок. Тема урока – война войной, а обед по распорядку. Так ученики 11-го лицея ознакомятся с отечественной историей через военно-полевую кухню, представления о которой поначалу имеют очень общие. Гречка, курица, хлеб, может быть, тушенка. Мне кажется, это каша обязательно, тушенка, думаю, картошка в основном. Много цвета, кроме сладкого. Самая обычная, простая еда, которая, в соответствии с малокалорий. Самое распространенное заблуждение о военной еде – то, что она скудная и низкокалорийная. С таким рационом в тылу-то не разойдешься, а на фронте силы и здоровье нужно куда больше. Именно поэтому в русской армии традиционно к питанию солдат относились очень щепетильно. Для бойцов на передовой никогда ничего не жалели. И питание было гораздо более калорийным, разнообразным и приспособленным к нашим суровым климатическим условиям. О том, как много значит питания на передовой, в нашей стране поняли давно. Отчасти уроком стала Первая мировая война, когда множество солдат погибло из-за некачественного питания. Советские и современные армейские продовольственные наборы составлялись уже с учетом всех особенностей человеческого пищеварения. Вот этот сухпай рассчитывали целые научные институты по калориям, по весу, по аппетиту, по вкусности, по насыщенности, разнообразности, чтобы наш вынослужащий сотрудник в течение суток мог автономно жить и не испытывать никаких проблем. ИРП. Индивидуальный рацион питания. Проще говоря, суточный сухой паек, рассчитанный на одного человека. Сегодня он содержит более 20 позиций еды. И это не считая приправ, чая, кофе и жевательной резинки. Калорийность такого продовольственного набора более 4000 калорий в сутки. Он рассчитан на три полноценных приема пищи в день. С приготовлением еды в полевых условиях справится даже ребенок. Но ему одному целого сухпайка будет слишком много. Нам на два класса понадобилось всего пять. Солдатская еда понравилась всем. При всей своей простоте она действительно вкусная и питательная. Усваивается она так же быстро и легко, как истории в тарелке. Любимый урок теперь и учеников 11-го лицея. Иван Шагунов, Юлия Шагунова, Олег Тончин. Новости Управда ТВ.